Сотрудников частного детского сада в городе Ачинске Красноярского края подозревают в жестоком обращении с малышами. По словам родителей, дошколят работники садика, бьют детей тряпками по лицу и плохо кормят. Претензии к коммерческим дошкольным учреждениям много и в других регионах России. Некоторые из них работают нелегально, но почему их владельцы чувствуют себя вольготно и как вообще проверяют частные детские сады? Специальный репортаж Екатерина Побуковой. Какой мой ребенок? Жупуйте вы мне. Сначала воспитайте своих детей. Это разговор воспитательницы с мамой-воспитанницей в частном детском саду Лунтик. Татьяна Караульных – жительница Ачинска, что в Красноярском крае. Теперь приходит сюда только со включенной камерой на телефоне. Такие визиты наносят после того, как увидела съемки из детского учреждения. На кадрах видеонаблюдения в группе видно, воспитательница тащит ребенка за руку, чуть ли не выворачивая ее. После зачем-то укладывает спать на спортивные маты. А на этих кадрах маленькую девочку без присмотра оставили в помещении. Сколько она была одна там, неизвестно. Мой ребенок хотел там поиграть с няней. Ее от нее отвели, мол, хватит с ней играть. Мы швыронули за руку, она упала и начала плакать. И псевдовоспитатель Лариса подошла просто и ударила мою дочь тряпкой по лицу. Ситуация очень похожа на историю из Барнаула. Она тоже случилась в частном учреждении. Мама трехлетнего Глеба рассказывает, в течение нескольких месяцев ее мальчика и еще нескольких детей за любую провинность закрывали в темном туалете. Якобы трясли как груши, когда дети не слушались. Воспитательницу из этого частного детского сада уволили. И теперь женщина, которая так обращалась с детьми, ищет новую работу, но по тому же профилю. Если в одном агентстве ей отказали в поисках работы, не исключено, что она найдет работу в других агентствах. А то, что она так не скрываясь ищет работу, это значит, что человек абсолютно уверен в своей безнаказанности. Альтернатива государственным детсадам появилась несколько лет назад, когда в стране решили ликвидировать очередь до школьных учреждений. Идея сработала. Хотя в большинстве случаев то, что творится за закрытыми дверями, остается закрытой информацией. Любой родитель, который приводит ребенка в частный детский сад, имеет право посмотреть необходимые лицензии, необходимые сведения о квалификации специалистов, которые находятся в этом учреждении. И, конечно, результаты проверок. Очень важно, чтобы они были неформальными. Многим владельцам частных детских садов есть что скрывать. И в первую очередь такие граждане не любят говорить о квалификации своих работников. Являясь нанимателями, нередко ищут сотрудников на небольшую зарплату и без должной подготовки. Мы решили выяснить, какие требования предъявляют к тем, кто хочет устроиться воспитателем в обычный частный детский сад на окраине Москвы. Есть ли у вас справка о том, что вы неусудимы? Заведующая расспросила об образовании, стаже, но прошлое место работы ее, похоже, не интересовало. Рассказала, что желающих устроится сюда много. Предпочтений отдадут той, у кого опыт окажется больше. А это уже другой сад. Здесь работники не требуются. Зато родителей, желающих привезти сюда своих детей, много. Хоть и цена высокая – 70 тысяч рублей. За такие деньги обещают, что ребенок будет вовремя накормлен, с ним проведут занятия, погуляют. И все это в полной безопасности. Смутило нас только одно – странные ремни на кроватях. А вот эти вот ремни такие? Ремни отправляются под накрас. По статистике, сейчас в России 850 частных детских садов. И с каждым годом их становится больше. Но не в каждом ситуация благополучная. Иногда желание родителей бережного отношения к своим детям идет вразрез с бизнес-планами владельцев некоторых таких учреждений. У нас нет лицензии. К примеру, этот частный садик в Красноярске работал в доме, который был построен незаконно. Строение в итоге снесли. А маленьких воспитанников пришлось устраивать в другие садики. В каждом регионе лицензии на работу коммерческих детских учреждений выдают местные власти. Они же решают, когда и как проверять сады. И чаще всего это происходит уже по заявлениям от родителей. Применительно к финансированию достаточно неплохо, кстати, в законе прописано, как контролировать средства. Но вот относительно воспитания, качества, ухода, присмотра за детьми. Что-то как бы более такого подробного не нашла. Но есть еще половина. А группы так называемого неполного дня, где с детьми сидят за определенную плату, вообще остаются без контроля. Образовательная деятельность там не предусмотрена. А значит и лицензия не нужна. И чаще всего в таких группах дети в возрасте от полутора до трех лет. Ситуация, мягко говоря, неподъемлемая. Ну, по-моему, это очевидно. И, конечно, терпеть это нельзя. Для меня является загадкой, почему никаких мер в этом направлении не принимается. Чем заканчивается пребывание детей в подобных садах, очевидно. Постоять за себя, а порой рассказать о том, что с ним поступили жестоко, ребенок не может, говорят эксперты, боится. А зачастую просто не понимает, что произошло что-то плохое. Поэтому, если у родителей есть хоть малейшие подозрения, советуют их проверить. Ведь аукнуться такие походы в детский сад могут через много лет. Базовая потребность ребенка в безопасности, если есть какая-то угроза этой потребности, то это сильнейший вообще удар по психике. Состояние беспомощности, боли, оно все вытесняется. И как раз начинает проявляться уже во взрослом возрасте. Частное дошкольное учреждение в Красноярском Ачинске сейчас проверяет полиция. По результатам станет ясно, возбудят ли уголовное дело. В Астрахани после появления скандального видео со связанными колготками ребятишками, которых в частном детском саду таким образом укладывали спать, арестовали владельцев учреждения. В Барнауле расследование продолжается. А вот сам детский сад под жизнеутверждающим названием «Хэппи Бэби» там продолжает работать. Сейчас туда набирают группы на новый сезон. Екатерина Побукова, Ирина Лоц, Михаил Аверенков, Василий Юрчук. Вести. Дежурная часть.